С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 16 ноября. Международный день толерантности или терпимости. Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 95 года 20 века по случаю 50-летия этой международной гуманитарной организации. Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Также сегодня Всероссийский день проектировщика. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1717 год. В этот мир приходит Жан Лерон Даламбер, французский математик, философ, просветитель, писатель, редактор энциклопедии. Жан Лерон рос вундеркиндом, а с 1739 года стали появляться его научные статьи по физике и математике. В 1741 году Даламбер был избран во французскую академию, ну а затем сыграл важнейшую роль в издании знаменитой энциклопедии наук, искусств и ремесел, которую редактировал вместе с самим Дидро и для которой написал свыше тысячи статей. 1873 год. День рождения Александра Колчака, адмирала, полярного исследователя, участника русско-японской и Первой мировой войн, верховного правителя России с 1918 по 1920 годы. В 1958 году родился Александр Николаевич Выгузов, который в 1988 году берет псевдоним Малинин. Советский и российский певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России. События дня. 1805 год, 16 ноября. Сражение у деревни Шонграбин, в 40 километрах от Вены, шеститысячный арьергард генерала-майора князя Петра Багратиона целый день сдерживал натиск 30 тысяч французов маршала Иохима Мюрата. Еще накануне боя Багратион сумел обмануть Мюрата, уверив его через парламентера, что подписано перемирие. Так отряд получил возможность отдохнуть после трудного перехода. Наполеон, находившийся в Вене, разгадал хитрость и прислал своему зятю разнос депеша. Воины Багратиона держались стойко и позже на острове Святой Елены ссыльный император вспоминал, несколько русских батальонов выказали неустрашимость. Выигранное время позволило 40-тысячным силам Кутузова избежать флангового удара 200-тысячной наполеоновской армии и соединиться с корпусом генерала Федора Букс-Гебдена. 1841 год. Житель Нью-Йорка Наполеон Герин запатентовал пробковый спасатель, представляющий собой простеганный особым образом жакет, наполненный измельченной натуральной пробкой. Всего через несколько лет Америка начнет активное судоходство, первые пароходы окажутся очень ненадежными и спасатели Герена сохранят огромное количество жизней. Отныне каждое судно снабжалось этим средством, а Герен еще прославится изобретением инкубатора, но это уже совсем другая история. 1848 год. В Лондоне дал свой последний концерт на публике Фредерик Шопен, великий польский композитор и пианист. Блестящий исполнитель собственной музыки, он за всю свою жизнь дал не более 30 публичных концертов. В 1848 году Шопен гастролировал в Великобритании, будучи уже тяжело больным туберкулезом. Он играл даже для королевы Виктории. Последний концерт, состоявшийся в лондонском гилдхолле, был дан в пользу польских иммигрантов. У Шопена было так мало сил, что он смог играть только один час. Через неделю он возвращается в Париж, а через год умрет. 1869 год. Формально открыт Суэцкий канал, на строительство которого ушло 10 лет. Он соединяет Средиземное и Красное моря. Зона канала считается условной границей между двумя материками – Африкой и Евразией. Кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря – Атлантического океана. Празднование длится 7 дней и ночей. И обошлось Хидилу, титул вице-султана Египта Исмаилу, в 28 миллионов золотых франков. 1923 год. Британский часовщик Джон Харвуд запатентовал свое изобретение – первые в мире автоматические наручные часы с самозаводом. Наблюдая за катающимися на качелях детьми, изобретателю пришла мысль о создании механизма, в котором движения руки и владельца часов использовались бы для завода пружины. Презентация самозаводящихся часов Джона Харвуда состоялась на торгово-промышленной выставке в Базеле в 1926 году, после чего права производства по этому патенту приобрело большинство фабрик часов. 1924 год. Дебют сборной СССР по футболу. В Москве она принимает национальную команду Турции. Первый гол в первом матче забивает капитан команды Михаил Бутусов. Окончательный счет 3-0 в пользу российских спортсменов. С 1924 по 1936 годы турецкие и советские команды встречались аж 39 раз. 26 матчей выиграли наши футболисты, 5 турецкие, 8 игр завершились ничью. Эти встречи интересны тем, что по результатам игр можно было наблюдать повышение класса игры российских футболистов. 1933 год. Установлены дипломатические отношения между СССР и США. По этому случаю в овальном кабинете Белого дома крупнейший американский магнат-миллиардер Арманд Хаммер в присутствии наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова преподнес президенту США Франклину Рузвельту модель великой русской реки Волги. Этот сувенир из платины, золота, серебра и бриллиантов был изготовлен в 1913 году в мастерской самого Карла Фаберже. 1938 год. Председатель СССР по физической культуре и спорту издает приказ номер 633 о развитии борьбы вольного стиля. Эта борьба, была сказана в приказе, сложившаяся из наиболее ценных элементов национальных видов борьбы нашего необъятного союза и некоторых лучших приемов из других видов борьбы представляет собой чрезвычайно ценный по своему многообразию техники и оборонному значению вид спорта. Сегодня, 16 ноября, принято считать днем рождения борьбы самбо. 1990 год. На экраны США выходит фильм «Один дома». Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с очень умным и находчивым ребенком. Но еще одно событие. 1673 год. День рождения Александра Меньшикова, русского государственного и военного деятеля с подвижника и фаворита Петра I. При жизни считалось, что он выходец из литовских дворян. Александр в 14 лет принят Петром в деньщики. Сумел быстро приобрести не только доверие, но и дружбу царя. Стать его наперсником во всех затеях и увлечениях. Помогал ему в создании потешных войск в селе Преображенском. Меньшиков стал первым помощником Петра, оставаясь его любимцем многие годы. Тем не менее, в 1724 году терпение Петра I лопнуло. За значительное злоупотребление Меньшиков лишился своих основных должностей. Президент военной коллеги генерал-губернатора Санкт-Петербургской губернии. Однако в январе 1725 года Петр допустил Меньшикова к своему смертному одру, что было расценено как прощение. Сразу после смерти Петра Меньшиков, опираясь на гвардию, возвел на престол жену покойного императора Екатерину I и стал фактическим правителем страны, сосредоточив в своих руках огромную власть и подчинив себе армию. А вот со вступлением на престол Петра II Меньшиков поначалу сохранял свое влияние, но, не доценив своих недоброжелателей и по причине продолжительной болезни, утратил влияние на юного императора и вскоре был отстранен от управления и отправлен в ссылку, где и скончался. Вот такой он интересный путь интересного человека. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата. Продолжение следует...